Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений в России. В чем причина такой аномальной жары? Стоит ли нам ждать такое же лето в следующем году? Именно с такими вопросами наша редакция обратилась к экологам из Казанского федерального университета. В июне 2021 года в Москве зафиксировали абсолютный температурный рекорд – 34,8 градуса Цельсия. А в начале июля температура в столице, как и во многих других регионах России, снова перевалила за 30 градусов. Многие эксперты называют лето 2021 года аномальным, и для этого есть целый ряд причин. Во-первых, ключевую роль в климатических условиях сыграл антициклон, который навис над европейской частью нашей страны. С Арктики на протяжении нескольких недель не поступали холодные ветра, и из-за этого над Поволжьем и соседними регионами образовался тепловой купол. Во-вторых, в этом году сразу в нескольких крупных регионах России были масштабные пожары. В Подмосковье горели торфяники. Помимо повышения температуры от пламени, важно отметить и выброс большого количества углерода в атмосферу вследствие горения болотных местностей. Не обошлось и без ежегодных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Рядом с Республикой Татарстан пострадали Республика Мордовия, Мариэл и несколько районов Башкирии. Ситуация была настолько тревожной, что во многих регионах вводили режим чрезвычайной ситуации. Почти 23 градуса средняя температура оказалась за три месяца. И особенно здесь выделяется август. В августе с 18 по 22 августа были температурные рекорды за эти 200 лет. И август оказался теплее июня. Обычно бывает июнь первого месяца, где-то там солнце больше, теплее августа. Аномалия летнего сезона 2021 года заключается не только в сильной засухе центральных и дальневосточных регионов. Пока в некоторых местах люди страдали от жары и духоты, южные регионы буквально тонули из-за обилия осадков. Температура в редких случаях поднималась выше 20 градусов Цельсия. Аномалия нынешнего лета – это снежный ком из сразу нескольких обстоятельств. Циркуляция атмосферы, пожары, масштабные выбросы углекислого газа. Однако есть и хорошие прогнозы на следующий год. Климат меняется в арифметической прогрессии в очень редких случаях. Ожидать лютых холодов тоже не стоит. На примере лета 2011 года после масштабной засухи и смога 2010 года можно предположить, что средняя температура в следующем году будет стабилизироваться. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.